МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год спустя «Красный факел» представил премьеру необычного спектакля, который готовили к юбилею. Почти три сотни дворов отремонтируют в этом году в Новосибирске. Всего в программу летних работ вошли 140 объектов. Многие включают несколько придомовых территорий. Большой объем работ благоустроительных, как всегда, в летний период мы планируем провести. К работам приступаем сразу после майских праздников. 10, 11, скорее всего, 11 мая – это старт, разворот всех работ на названных мной территориях. На ремонт дворов планируют потратить 340 миллионов рублей. Три десятка территорий у домов приведут в порядок по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Во дворах установят современные детские площадки, сделают парковки, если нужно расширить проезжую часть. Все это при условии софинансирования со стороны собственников. Жителям нужно оплатить пятую часть стоимости работ. Остальные дворы отремонтируют за счет местного бюджета. Там уложат новый асфальт на тротуарах и проездах. В Перамайском сквере начали обрезать деревья. До конца апреля у здоровых сформируют кроны, а сухие спилят полностью. В прошлом году специалисты Центрального ботанического сада обследовали сквер, нашли более ста аварийных и больных деревьев. Что специалисты предлагают высадить взамен, узнала Елена Богатырева. Небольшие ветки лип обрезают секатором. Крупные, специально бензопилой. Работают по чутким руководствам ученых. У тысячи деревьев и сотен кустарников в Первомайском сквере уберут старые ветки, чтобы омолодить растения и сформировать красивую крону. Сегодня мы как раз вместе с нашим ботаническим садом, со специалистами отрабатываем именно техники очень тонкого отношения к деревьям. Мы понимаем, что, во-первых, дерево должно быть не просто хорошим, но оно должно быть еще и красивым. Все-таки мы живем в городе. Поэтому сегодня мы делаем такую обрезку именно деревьев, для того, чтобы они правильно росли, для того, чтобы они в том числе украшали город. Хаотичная высадка привела к тому, что деревьев слишком много и слишком тесно. Когда посадки слишком густые, как эти ели, деревья конкурируют между собой, а также не дают развиваться газону. Взрослые и высокие деревья пересаживать уже слишком поздно, поэтому аварийные и больные просто спилят. В этом году из Первомайского сквера уберут более сотни сухих и больных деревьев. Те, что еще не разрослись, пересадят. Освободившееся пространство займет трава, чтобы горожане могли отдыхать на газоне. Удивительное то, что кроме ботанического сада, вот таких открытых пространств газона у нас в городе нигде нет. Люди приезжают полежать, позагорать, поиграть в мячики, в дети, с детьми. Сразу после майских праздников высадят цветы лаватера, газания, алиумы. В городе высадят 26 новых видов и сортов многолетников. Будут и однолетние. Мы стараемся максимально продлить срок декоративности, так, чтобы у нас с раннего весеннего периода начиналось цветение, и по самую позднюю осень было оформление цветников. То есть у летников все-таки достаточно ограниченный период декоративности. Он зависит в первую очередь от положительных температур. А у многолетников период декоративности он продлен, поэтому мы стараемся больше использовать в городском озеленении. Новые кустарники и деревья в Первомайском сквере тоже посадят, а дальнейшее обновление озеленения будут проводить по рекомендации ученых. Елена Богатырева, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. В Новосибирске развивают идею повернуть город к реке, причем благоустроивать берега планируют не только вдоль Аби, но и у малых водных артерий. Такие парки можно будет связать между собой пешими и велосипедными маршрутами. А еще благоустроенные реки позволят снизить нагрузку на сеть ливневой канализации. На первом обсуждении проекта зеленоводного каркаса побывал Михаил Якимов. Река Тула – самый большой левый приток Аби в пределах Новосибирска. В ее пойме либо частные дома, либо заросли кустарника и пустыри. На самих берегах, а порой и в воде, много мусора. И нет ни одного благоустроенного места отдыха. Похожая ситуация и на других малых реках. Всего в городе их восемь. Эти территории могут послужить основой, могут послужить экологическим коридором, который бы соединяли городские леса, парки, скверы, бульвары. И в итоге бы создавали единую вот эту пешеходную сеть, которая становится проницаемой внутри города. Получается, что за счет водно-зеленого каркаса мы открываем город опять для людей. Внимание на городские водоемы обращают все чаще. Это и мировая, и уже российская тенденция. Именно вдоль рек, около озер и прудов еще сохранились уголки естественной природы. Но пока замусоренные и неухоженные. Каменка – одна из малых рек Новосибирска. Она станет первой, вокруг которой будет разбит настоящий парк у воды. Работу планируют начать в следующем году. Проект уже готов. Однако немалая работа проделана уже. Например, специалисты обследовали и зарегистрировали каждое дерево, которое находится в пойме этой речки. А здесь их больше тысячи. Проект парка в пойме Каменке – это пока исключительный пример благоустройства береговой территории. Чтобы преобразить другие, нужно провести комплексное обследование всех таких участков у городских водоемов и определить, как объединить их с другими зелеными зонами. Надо понимать, как мы планируем развивать эти территории. И с этим учетом заниматься благоустройством этих рек. В первую очередь берегов. Потому что если берега у нас с вами чистые, то, соответственно, и не будет у нас дополнительных несанкционированных сливов, не будет загрязнения. И, конечно же, постепенно выстраивать системную работу. Системную работу по очистке водоема. До конца мая в городе утвердят специальный совет, в который войдут представители мэрии, правительства Новосибирской области, эксперты-экологи и ученые. В ноябре они должны представить свои разработки по созданию единого паркового пространства Новосибирска, связанного водоемами. Михаил Якимов, Евгений Макаров, Олег Королевец. Новосибирские новости. Новосибирские водители стали чаще садиться за руль в нетрезвом виде. С начала года сотрудники ГИБДД выявили больше 300 автомобилистов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При выявлении водителей, у которых присутствуют признаки алкогольного либо наркотического опьянения, водитель отстраняется от управления транспортного средства. Соответственно, выписывается акт освидетельствования о состоянии опьянения, где водитель продувает в алкотестер. Либо, если водитель изъявляет желание проехать в медицинский кабинет для медицинского освидетельствования, то составляет за акт направления на медицинское свидетельство. Чтобы поймать нетрезвых водителей, сотрудники ГИБДД проводят ежедневные рейды. Больше ста человек задержали повторно уже после того, как у них забрали права. Нарушителям грозит лишение свободы до двух лет. За три месяца этого года в городе зарегистрировали больше 150 дорожно-транспортных происшествий. Аварии часто случаются из-за пьяных водителей. Так, с начала января по их вине произошло 7 ДТП, погибли 2 человека. Во-первых, я алкоголь вообще не употребляю, ну и считаю, что это недопустимо. Благодаря вот таким водителям добросовестным происходит большинство аварий, там, смертей и так далее. Поэтому это недопустимо. Я считаю, что нужно ужесточить штрафы, во-первых, даже вплоть до лишения автомобиля. Музей Калининского района целиком посвятят развитию советской атомной отрасли. В нем расскажут и о том, как ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС. Воспоминания участников в нашумевшем американском сериале во многом выдумки. Ликвидаторы опровергают то, что офицеры выходили на крышу разрушенного энергоблока. Никто бы не понял командира, который призывал что-то делать, а сам прятался за спиной. Он спорный фильм. Есть гротесковые какие-то моменты, которых и не было. Но я их не хочу детально комментировать. Там беспредел, хождение с бутылками водки, голые шахтеры стоящие. То есть это выдумка режиссера. Дмитрий Михеев попал в Чернобыль уже после службы в армии. Призван из запаса завода полупропотниковых приборов. Был заместителем командира подразделения радиационной разведки. В зале на встречу с мэром собрались люди с похожими биографиями. 1750 жителей нашего города участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. О том, как это было, важно рассказывать молодым сибирякам. В нашем городе развивают музей атомной отрасли. Помогут и городские власти. Он существует, это общественный музей. У нас совсем недалеко, там есть музей Калининского района, который мы полностью хотим посвятить именно атому, мирному атому. Ну, естественно, всем, так как это все-таки в районе основное предприятие, это именно связанное с атомной энергетикой. Поэтому я думаю, что во взаимодействии районного музея и музея, который общественный, работа будет продолжаться, развиваться. Романтическая программа из произведения Шумана и Шопена «Равеля и Григо». На сцене концертного зала имени Каца выступит московский пианист Филипп Капачевский. Был первый раз в Новосибирске аж в 2005 году, когда здесь проходил первый конкурс Латар Шевченко, на котором я получил первую премию. Вот с тех пор как-то с Новосибирском очень хорошие дружеские отношения. Сегодня будет сольная программа, состоящая из достаточно диаметрально противоположной разной музыки. Это романтика и импрессионизм. Филипп Капачевский лауреат восьми престижных конкурсов, в том числе 10-го международного конкурса пианистов имени Шуберта в Германии. Его концерты регулярно проходят в Европе и США. Особую популярность он приобрел в Японии. Сегодня на сцене Новосибирской филармонии закрывают абонемент номер 14 звезды 21 века. Этот концерт – часть программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». Звезда «Черной молнии» и психологического триллера «Как я провел этим летом» Григорий Добрыгин привез в Новосибирск свою режиссерскую работу – фильм «Шина-667». Зрители смогли задать вопросы создателю картины о любовном треугольнике в эпоху интернета Вероника Иванова. Григорий Добрыгин – звезда «Черной молнии» и триллера «Как я провел этим летом» привез в Новосибирск свою картину «Шина-667». Выступил и режиссером, и продюсером, и соавтором сценария. Оценили ленту уже и на Роттердамском кинофестивале, и на Кинотавре. Снятый в 2019 году фильм выходит в прокат из-за пандемии только сейчас. Сеансы с сессией вопросов и ответов собирают почти полные залы. Поэтому, если вы привыкли к другому, вы какое-то время будете перестраиваться. На экране особая атмосфера. Даже построение фраз героев создает уютный мир на краю маленького городка. На фоне прозаичной истории главного героя – женатый мужчина чуть за 30. Не на шутку увлекается интернет-романом и даже готов бросить все. У зрителей есть возможность не только познакомиться с кинолентой, но и с ее создателями. Сегодня фильм презентует сам режиссер. Есть возможность задать вопрос после просмотра. Это добавляет определенную изюминку таким кинопросмотрам. А также и самому режиссеру позволяет увидеть того зрителя, для которого он снимает кино. Полнометражный режиссерский дебют Добрыгина поддержала звездная команда. В кадре Юлия Пересильд, Юрий Кузнецов, Надежда Маркина, Владимир Свирский. За кадром – оператор Михаил Кричман. Он работал на всех фильмах Андрея Звягинцева. Кстати, именитый режиссер встретится с новосибирскими зрителями на следующей неделе в Белой галерее кинотеатра «Победа». Вероника Иванова, Денис Савинский. Новосибирские новости. «Красному факелу» 101 год. На сцене показывают премьеру, которую готовили еще к столетию, но перенесли из-за пандемии. За этот год спектакль сильно изменился. Год, целая жизнь, можно сказать, прошла. Многое изменилось уже. У нас несколько, двое актеров ушли уже из жизни, понятно. А спектакль построен так, что там цепь одно за другое цепляет. Это нужно было серьезно, опять же, репетировать, перестраивать. Но, тем не менее, вот случилось. Сегодня мы играем. Актеры театра – друзья, бывшие сотрудники. Каждый рассказывает свою историю. У кого-то она грустная, у кого-то забавная. Но все они про теплые чувства. Спектакль «Мой красный факел» готовили к столетию, но показ перенесли из-за пандемии на год. Здесь и история становления театра, и малоизвестные факты. Но главное в этом спектакле – люди. Их эмоции и чувства, когда они говорят «Мой красный факел». Все истории, да, и вся вообще история театра, она где-то растворена в воздухе. Она, конечно, помогает ему существовать сейчас, но ничего не гарантирует все равно и не обеспечивает. Театр все равно должен доказывать каждый раз, каждый вечер, вот в том числе и юбилейный вечер тоже. Вот мы и посмотрим. Поэтому я к этому отношусь просто как к спектаклю. Лекцию от специалистов из НАСА и урок по зеркальному почерку Леонардо Ада Винчи готовят в Новосибирске к «Библия ночи». В этом году акцию посвятили 60-летию полета человека в космос. «Библия ночи» для нас – это акция по развитию интереса и по привлечению людей в современную библиотеку, чтобы посмотреть, а что же там происходит. Многие не открывали дверь библиотеки давным-давно. И вот это для нас как бы первая задача. Вторая, конечно, это акция, повторяю, посвящена 60-летию полета человека в космос и где, как ни в библиотеке, найти очень много об этом интересного материала. События «Библия ночи» пройдут на площадках нескольких десятков библиотек. В ГПНТБ устроят пятичасовой марафон из лекций и мастер-классов. Например, актеры театра «Плейбэк» научат импровизации. В детско-юношеской библиотеке проведут библиосумерки с 6 до 9 вечера. Здесь в центре внимания книга и мультфильм «Незнайка на Луне». А в научной библиотеке с помощью очков виртуальной реальности предлагают рассмотреть самолет Покрышкина. Кроме того, здесь расскажут о нашем земляке Юрии Кондратюке. Именно он рассчитал оптимальную траекторию полета на Луну. Так и названа траектория трассы Кондратюка. Именно у нас в нашем здании была отпечатана его программная книга с тиражом 2000 экземпляров. И она у нас хранится. Мы эту книгу покажем. Мы покажем фильм, посвященный Кондратюку. И именно в нашей библиотеке бюст Кондратюка. Поэтому фотозона будет с использованием бюста Кондратюка и с использованием чертежей из его уникальной книги. Еще больше новостей на радио «Городская волна» частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info узнаете о том, как проходит фотосессия у актеров и сложно ли делать портреты. На этом все. Хороших выходных. Продолжение следует...